Добрый вечер, коллеги. 19.00. Думаю, что мы можем потихонечку начинать подключаться. Будет здорово, конечно, всех увидеть. Если такая возможность есть у вас, подключиться с камерой. Надеюсь, что меня слышно и видно. Если так, дайте знать как-то, намекните в чате. Или те, кто из камеры, какой-то сигнал дайте. У кого есть подключение звука, тоже буду рада услышать вашу обратную связь, что мой звук в порядке и вам хорошо слышно. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Здравствуйте, коллеги. У нас сегодня не совсем обычный такой вебинар. Мы находимся на площадке Ассоциации когнитивно-предитической психотерапии. В которой мы развиваем научно обоснованный коучинг на основе когнитивно-поведенческого подхода. Мы с Еленой члены Совета секции когнитивно-поведенческого коучинга. И одновременно мы еще преподаватели высшей школы экономики. И развиваем также сотрудничество между Ассоциацией когнитивно-поведенческой психотерапии и высшей школой экономики. В частности, это касается не только каких-то таких учебных или вот вебинарных проектов, но и научных исследований. Мы проводим исследования, доказательные исследования, коучинга в целом, и когнитивно-поведенческого коучинга в частности. И коучинг является одной из важных составляющих наших исследований в научно-учебной группе психологии организационной коммуникации, которые тоже мы... Вот я являюсь руководителем этой научно-учебной группы, высшей школы экономики. И Елена является тоже членом этой научно-учебной группы. Здесь у нас тоже есть вот Полина Штанова, я вижу, Илья Булгаков. Это тоже члены нашей научно-учебной группы. И мы рассматриваем коучинг как важный инструмент развития и коммуникации и организационной культуры и личности в организации. И вот одно из первых таких исследований, которые мы решили провести, это исследование коучинга в России. Вот Елена сегодня представит результаты, потому что она в основном обрабатывала эти результаты, анализировала, и сейчас она представит эту аналитику. Елена, вам слово. Спасибо за водное слово, Наталья Викторовна. Добрый вечер, уважаемые участники. Рад всех приветствовать. Вижу, что здесь есть и коллеги из нашей учебной группы, и коллеги из ассоциаций, коллеги из профессиональных коучинговых сообществ. В общем, очень здорово, что у нас такой разноплановый состав. Запущу слайды сейчас, и мы с вами приступим к рассмотрению тех результатов, какие были нами получены в ходе нашего исследования. Вообще идея провести такую работу мне прошла довольно-таки давно, но вот сейчас наконец-то сложились все обстоятельства, и в 23-м году, в таком году, когда у нас и отрасль наша профессионально перестраивается, наконец-то все обстоятельства были собраны, и мы приступили к тому, чтобы эту задумку реализовать. Это такая своеобразная моя профессиональная мечта реализовывается в виде этого исследования, поэтому я очень рада сегодня иметь возможность поделиться с вами результатами. О научной группе Наталья Викторовна немножко сказала во вступительном слове. И у нас наш фокус – это как раз исследование коучинга, как инструмент развития организации влияет фокус 22-23 года, как коучинг разворачивается на ситуации цифровой трансформации или реорганизации, когда компания меняется, каким образом он работает. Этот фокус интересен нашей научной группе. Со своей стороны я представлюсь, я велюсь практикующим специалистом, но и плюс к этому еще и исследователям. Мне интересно сочетать такую исследовательскую роль и практическую работу. И делать так, чтобы научные инструменты тоже реализовывались на практике, и все специалисты, работающие в этой отрасли, получали возможность этим инструментом пользоваться, потому что в этом я вижу дальнейшее развитие нашей с вами отрасли коучинга. Что мы сегодня с вами рассмотрим? Какие ключевые пункты? Поговорим об интересном, о доходе, сколько же коучинга зарабатывает отечественные, и посравниваем это немножко с международной рамкой. Поговорим про профессиональные модели, какими пользуются специалисты, какие распознаются, что еще относят к профессиональной модели. Поговорим немножко про контракт трехсторонний, потому что у нас в нашей выборке, в нашей аудитории, были специалисты, работающие с организациями. Часть специалистов, работающие в индивидуальном формате, но и значительная часть, которая вот с этими вопросами трехстороннего контракта, когда есть коуч, коучи и заказчик, они сталкиваются, и они нам, соответственно, дали материал для исследования. Поговорим, что же влияет на выбор корпоративных программ, как получают образ связи, как развиваются специалисты, как оценивают эффективность, и как решают этические дилеммы. Несколько кейсов с вами тоже рассмотрим, и приглашаю вас поучаствовать в их решении. Мы с вами немножечко посравниваем взгляд на нашу, обычно, народную рамку, как у нас, в нашей стране, относятся к ситуациям таким этическим, непростым, и как их рассматривают в мире. Итак, исследование, оно является таким сопоставительным, то есть мы давно, я слежу за работой Стивена Папмера, и, собственно, оно было проведено в 17-19 годах, в более чем в 50 странах, и этим и представляется его интерес. У нас есть возможность сравнить, например, как часто наши коучи получают супервизию, как, не знаю, коучи Германии, насколько часто они сталкиваются с супервизорами, вообще пользуются этим или нет. И именно такая вот методология проведения исследования, которая схожа, да, и повторяет опросник, она как раз позволяет нам произвести такой сопоставительный анализ. Сколько же у нас получилось в итоге собрать специалистов? На сегодняшний день 115, если это не закончено, можно подключиться, в конце я покажу ссылочку, да, как можно подключиться, поучаствовать, будем рады вашим ответам. На сегодняшний день у нас получается географически такое распределение, да, вот у нас большая часть, конечно, это специалисты из Москвы, но еще и специалисты из 31 города Российской Федерации, даже в 6 стран, сразу говорили, что это русскоговорящие специалисты, исследование проводилось на русском, поэтому их ответы тоже были включены. В основном, вот серьез такой получается, да, у нас 90%, больше 90% это женщины, и здесь картинка такая, у нас получается в основном это такая женская, если можно так выразиться. И участвовали те люди, которые обладают опытным стажем работы коуча, ну, где-то вот в пределах 3-4 лет, если мы видим, да, внизу у нас график такой, а те, кто вот в основном в таком, на таком этапе своей карьеры коуча находятся, это те люди, которые нас вот так вот, в таких долях затрачивают свое профессиональное время на коучинг. Как это в мире? А если мы, пожалуйста, сравним с мировой рамкой, то чуть-чуть-чуть отличается ситуация. Доля мужчин выше в мировом исследовании, там, ну, порядка 41% от коуча, а доля времени затрачиваемого на коучинг тоже чуть повыше. То есть в нашем случае скорее можно говорить о том, что у нас специалисты сочетают коучинг с другими форматами работы. То есть у них еще есть рабочее время, которое они затрачивают на какие-то другие, возможно, профессиональные функции. Далее мы спросили специалистов, которые поучаствовали у нас в исследовании, в каких ассоциациях профессиональных они состоят, и обнаружили, что у нас есть такая часть, которая вообще ни в каких не состоит, это 35%, одна, три, чуть больше трети. А в основном, смотрите, почти 80%, в основном зарубежные ассоциации. Но если мы детализируем, то получится, что у нас зарубежные ассоциации – это высокий стол, это ICF. То есть в основном в нашей стране представлено ICF. Несмотря на то, что исследования мы проводили весной 23-го года, мы получили такие ответы, что членство ICF колеи сохраняют. По российским ассоциациям вот такая раскладка. У нас пять самых-самых-самых часто упоминаемых ассоциаций. Но мы тут должны отметить, что это речь вот в этом графике о вот этом секторе. То есть одна треть состоит вот в таких организациях. А превалирует, конечно, членство ICF. Сравним ситуацию как мировой взгляд, какой на эти темы. Там 37% ни в каких организациях не состоит. А у нас 26%. Это значит, что у нас в целом охват профессиональными ассоциациями выше. Потому что суммарно получается, посмотрите, тут у нас порядка 10 зарубежных и 5 отечественных еще. Это вот достаточно большое количество ассоциаций, в каких в целом можно поучаствовать. А 8 международных из них и 5 отечественных. То есть в целом есть такое разнообразие. И наша вовлеченность наших специалистов, она выше в профессиональное сообщество. Ну что ж, пойдем теперь к следующей интересной теме. Сколько, значит, получают? Здесь, конечно, с момента проведения исследования несколько изменилась ситуация. Потому что в мировом исследовании в евро был расчет. Я буквально вчера готовилась, пересчитывала все это в эквивалент евро, который на сегодняшний день существует. Он с весны изменился. Рублевый эквивалент. Итак, о чем нам говорит этот график? Что большая часть специалистов, конечно, нас рассчитывает на ставки 3,750, 7500. Это по тем временам, в общем, 50-100 евро было. Это весенняя цифра. Есть та группа коучи, которые у нас отвечали на то, что они внутренними коучами работают. Соответственно, они не могут посчитать ставки. Ну, или бесплатно, или какое-то такое нерассчитываемое время. Таких у коучей у нас, смотрите, 10%. А что же в международной рамке? Вот интересно посравнивать. Международный опыт нам говорит о том, что, например, в корпорациях различаются ставки внутри корпорации и у тех коучей, которые работают индивидуально, не в организациях, напрямую с клиентами. Соответственно, там чуть-чуть в корпорациях выше, индивидуальная ставка чуть пониже, совпадает, в общем-то, с теми ставками, которые есть у нас. Но при этом доля внутренних коучей гораздо выше. Если у нас, мы говорим, что это 10%, то количество специалистов, работающих коучем внутри организации, вот в тех 50 странах, до 78%. То есть это довольно много. В этом смысле у нас здесь есть, наверное, такой потенциал для роста. Сектор сейчас растет активно. Внутренние коучи, постепенно компании начинают их набирать. Как же коллеги предпочитают, мы как коучи предпочитаем поддерживать свою практику, как ее развивать? В основном ответ такой. Саморефлексия, чтение книг и менторство, привлекает ментор. Отличается ли это от международного опыта? Почти нет. Саморефлексия, чтение книг тоже. Но вот смотрите, еще появляется сеть коллег. То есть там предпочитают общаться с коллегами в сообществах на европейских странах. Далее. По чистоте супервизии тоже ситуация. Ну, тут есть некоторые различия. Наше исследование показало на российском, с российской аудиторией. Она в основном отвечает так, что коучи получают супервизию в таком режиме. Один час супервизии на 26-50 часов практики. Чем нам говорит международный опыт, что у них частота, среди тех, кто получает супервизию, все-таки частота выше. Один час на 25. Но эта практика более употребима, если можно так выразиться. Но при этом доля тех, кто вообще не получает супервизию, вообще нет супервизии у тех стран международной в рамке, там повыше. То есть у нас вот таких получается в нашей стране 17%, а тех, кто не получает супервизию в мировом контексте, там много стран, конечно, надо перечислить. Можно посмотреть расследование. 34%. Далее. Как коллеги получили, распределяют свое время? Тоже интересный вопрос. На профессиональное развитие. Таким образом, в основном учатся, много учатся. То есть более 60 часов в год. А в международном развороте более 60 часов в год учатся всего лишь 15%. У нас, видите, как с этим... То есть наше сообщество такое рассчитывает на менторов, верит в супервизию, получается, и много обучается. Вот такой партнер складывается. Дальше. Как коллеги повышают свою квалификацию? Ну, тут тоже интересно. Большинство коучин учатся на вебинарах в сравнении с другими формами. И читают книги, профессиональная литература, и еще общаются, ходят на разные нетворки мероприятия. Так вот специально такой пункт, профессиональный нетворк событий. Получается 60%. Сразу скажу, что тут можно было выбирать несколько вариантов ответа, поэтому вот такой у нас расклад по ратентовке такой. Гораздо больше 100% суммы получается. А что же в международном контексте? Там тоже любят читать книги, но больше опираются на коучинговые исследования и коучинговые конференции. Я это так склоняюсь к такой интерпретации, что тут какая-то роль науки получается выше, видеться. И в этом смысле может для нас тоже такое направление, куда двигаться дальше. То есть популяризация коучинговых исследований тут будет хороша. И я вижу, что такая тенденция у нас тоже есть потихонечку. И начинают проводить побольше исследования, больше рассказывать. И появляются программы обучения коучингу. В частности, которые мы стартуем сейчас, которые опираются на такой на доказательный подход. Это хорошая тенденция. И тут нам есть куда еще подрастать. Можно так это проинтерпретировать. Далее. Модели в коучинге. Модели в этом исследовании понимались как подходы. Из психотерапии все-таки коучинговая практика во многом опирается на разные подходы. Поэтому такие вопросы мы задавали. На какие вопросы, о, на какие, извините, модели вы опираетесь. И предлагали варианты ответов. Например, поведенческий подход, здесь упоминание ГРОУ, ориентирование на решение короткосрочной РКТ, НОПИ, когнитивно-поведенческий, транзактный, анализ гештальта, интервью, психодинамика, трансперсональный подход, экзистенциальный. Но были и другие, которые коллеги тоже нам вызывали, когда не могли найти себя в этой матрице перечисленных подходов. Как мы видим, у нас превалируют поведенческие подходы. То есть модель ГРОУ в основном, в бизнесе широко она распространена в бизнес-сфере, в корпоративном секторе, поскольку она такая ориентированная на действия, на решение задач. Но при этом называли еще и всякие разные подходы. Кто-то назвал микс, коучинг-микс, кто-то называл системный подход, но там сложно определить, какой именно системный. Вот какие-то дополнительные, они перечислены справа. Тоже довольно любопытная картина. Дальше здесь идет детализация того, при разных запросах, какие подходы часто используются, при смене карьеры, что у нас здесь тоже получается ОРКТ, ориентированная личность, они поведенчески подходят в лидерах. И третья часть у нас мотивационное интервью. Когнитивно-поведенческий твой потихонечку набирает обороты. Интересно посравнивать это с европейским опытом, каким образом там выстроены вот эти топ-5 или топ-3. Если мы сводные данные посмотрим на 45 стран, на 3000 участников, далеко это у нас будет с вами желтые вот эти столбики. Там топ-5 подходов это поведенческий, ОРКТ, когнитив поведенческий и дальше уже идут НЛП и трендок анализ. Теперь немножко другая картина, но в целом тоже какие-то общие тенденции есть. Это Британия у нас, зеленые колоночки, там поведенческие, ОРКТ, НЛП. В топ-3 Германия ОРКТ, поведенческие, транзактный анализ, другие подходы, то, что бы не дифференцировано. Вернемся к нашему к отечественному рынку, к отечественному отрасли коучинга. По вопросу управления стрессом мы задали такой вопрос, какие подходы они чаще используются. То есть, идея заложена такая, что коуч для разных запросов коучи может использовать разные методические подходы, разные модели. Здесь ОРКТ у нас превалирует. Далее поведенческий подход и когнитивный поведенческий. То есть, вот здесь уже побольше доля КПК отрада для тех, которые разбивают это направление. в России нас очень порадовали эти результаты, это доля, конечно. Далее, для презентационных навыков ОРКТ поведенческий дни, что у нас третье, 28. КПТ вместе с НЛП-подходом, который все-таки довольно распространен. Часто это очень близко НЛП-подход или ОРКТ в нашей стране как-то они очень близко развиваются. Далее, следующий взвод это заключение контракта. коуч с этим моментом дела, с кем коммуницируют и с кем чаще всего обсуждают, кого считают самой важной стороной. Потому что в трехстороннем контракте всегда есть интересы коучи и интересы организации. О чем нам говорят эти графики? С кем контактируют? В основном вот этот превалирует с клиентами, но это скорее ответ тех специалистов, которые у нас работают в таком индивидуальном формате, дали синенькие письменно многосторонней коммуникации. мы списываемся или заключаем контракт письменный и с организацией, и с коучингом. Можно подавить такой. И в корпоративном или в организационном коучинге тут такой вопрос, какая сторона является самой важной. Вот кто платит, все одинаковажные спонсоры, то есть непосредственно руководители организации, HR-отдел или индивидуальный клиент. В организационном коучинге наш ответ такой российского сообщества, что все одни стороны одинаковажны, а это отличается от международного взгляда. Если посмотреть срез по всем сторонам, то там ответ такой коучинг, что он приоритетный клиент в сравнении со всеми сторонами. тоже интересно проинтерпретировать. Какие особенности контракта существуют, то есть про что пишут или разговаривают коллеги, какие важные пункты обозначают. У нас ответ такие порядок отмены и правила конфиденциальности, то есть что является конфиденциальным, обсуждают, как каналы обратной связи реже всего, то есть как клиент может пожаловаться на коучинг. Практически этот пункт меньше всего уделяют внимание. Больше как отменяются связи. А международный по-другой. Там обязанности сторон, кто что делает, правила конфиденциальности и определение того, что такое коучинг. Вот это топ-3 таких блоков коучингов контракта. Если контракт заключается с организацией, предыдущий слайд касался индивидуальных контрактов, а этот с организацией. То есть у нас здесь чуть сложнее ситуация, у нас трехсторонняя договоренность или трехсторонняя соглашение. О чем договоренность у нас? Обязанности сторон, кто что делает, правила конфиденциальности, кому что может говорить или не говорить, каналы обратной связи опять реже всего. А международным обязанности сторон, правила конфиденциальности и правила админсессии. Тут тоже можно наметить блоки какие-то, которые стоит добавлять в описание контракта. Как с точки зрения коучей выбирают, как их выбирают? Тут важно сказать, что это опрос проведен со специалистами, не с заказчиком, то есть это взгляд именно профессионалов, которые ведут приказ с организациями и вот эти факторы оценивают. Здесь такой у нас немножко более сложный график разными цветами поменьше. Например, самый важный фактор это синий и, соответственно, менее важный это виолетний. То есть посмотрим, и здесь перечислены эти факторы. Опыт индивидуального коучинга, членство в ассоциациях, стоимость, опыт работы с организациями, профессиональная квалификация. Если смотреть по синим столбикам, то есть какие факторы значимость набрали больше всего по квалификации и опыт индивидуального коучинга называют самым важным. А вот по поводу членства в профессиональных ассоциациях самый большой разброс. То есть кто-то считает, что важно, кто-то не важно. То есть нет единства взгляда, скажем так. Если вот здесь можно сказать, что тут явно большее количество ответов, больше, например, 60 сказали, что это самый важный фактор профессиональной квалификации, то вот по профессиональным ассоциациям видите, какая ситуация, нет никакого, ну не никакой разницы, нет вот таких ярких, выделяющихся столбиков. То есть разброс не все так однозначно как-то можно трактовать, что вот не очевидно допрос сообщества, что членство это влияет на заказ сессии. Вот можно так это проинтерпретировать. Обратная связь. Как же коучи оценивают влияние в коучинг? Да я оцениваю. Собирается ли обратная связь об эффективности программы, импакт факторов, замеряют или нет. Что здесь мы получили? Также у нас слева раскладка по вариантам ответов, по цветам и справа итоги. Большинство оценивают неформально в конце каждой сессии или в конце коучингового контракта. Третий вариант формально после какой-то бланка мы оцениваем и смотрим какой итог получился. А вот самый минимальный ответ, набравший меньше всего, это оценка после каждой встречи или те, кто у нас совсем не оценивает результаты коучинга. Как коллеги обратную связь собирают? Чаще всего опять же мы вспоминаем, что мы смотрим трехсторонний контракт, есть организация, есть коучи, есть линейные руководители, несколько сторон. И учар-отдел, например, все возможные варианты тут перечислены, но у нас превалилились от клиента, то есть коучи, второй вариант от клиента, линейного руководителя и заказчика, все у нас захвачены. И третий вариант клиента и заказчика. Руководитель не учитывает, например. Далее интересный блок, который у нас касается этических вопросов. Тут я попрошу вас включиться, может быть, ваши варианты ответов предлагать. Посмотрим, как этические дилеммы коучинги решают. В основном ответ такой на вопрос делитесь ли вы этическими принципами делятся. То есть я рассказываю чаще всего это как раз у нас в форме происходит устного такого рассказа. Хотя при этом вариантов мы видим много. Есть группы, которые вообще не рассказывают о коучинговых принципах, она довольно небольшая. Есть те, кто распечатывает или, например, в коучинговый контракт включает в письма, которые подписываются эту часть. Но в основном это устный разговор, такая форма. Итак, этические дилеммы. Дилемма первая. Плата за контракт. Мы спросили коучей, и не только мы еще, и коллеги наши, которые англоязычные, которые организовали это исследование, как они думают. Каждый спросил своих коучей, мы в российских, что же должно произойти в ситуации, когда коуч, например, платит физическому лицу вознаграждение за получение коучного контракта с организацией. То есть как-то договаривается с финансовым вознаграждением о том, что давай-ка мы поработаем с этим банком с этим красным, зеленым или желтым, черным. Или там, не знаю, с какой-нибудь крупной корпорацией. И спросили коучей, что надо делать. ничего не надо делать. Необходимо сообщить срочно в полицию. Значит, необходимо исключить срочно того, что есть профессиональный реестр навсегда. Это самый такой вариант, навсегда исключить. Есть еще вариант исключить на один год. Значит, год подумает, потом, может быть, вернемся. Или еще помягче сделать предупреждение со стороны профессиональной ассоциации, организации профессиональной ассоциации. Как вы думаете, как нужно действовать? Вот, буду рада ваш вариант ответов увидеть в чате. Например, можно цвет назвать, можно написать, можно написать текстом, ничего не надо делать, не надо что-то делать, срочно в полицию сообщать или как-то иначе. Вот, а я пока расскажу про то, что уже ответил наше профсообщество. Ответило оно так. Значит, надо сделать предупреждение. То есть, это так самый такой лидирующий ответ, но, конечно, это так, ну, коллеги считают, ну, вот можно сопоставить это с реальной практикой. Практикуются ли такие вообще ситуации, встречались ли с таким случаем, пример, что от профессиональной ассоциации кому-то, вам, или коллеги, может быть, или вы слышали такой кейс, какой-то вот, поступали такого рода предупреждения, не знаю. Так, Лиля пишет исключительно всегда, да, из профессиональной ассоциации. Вот пришел вариант ответов. Да, давайте посмотрим, необходимо исключить навсегда желтый ответ, да, это вот такое у нас прям, да, вот, вот эта доля не очень большая, но она есть в таких ответах. Спасибо вам за обратную связь, что участвуйте. вот международный взгляд, она похож, похож, да, то есть там тоже считает, что, большинство считает, что надо предупредить, предупреждение. Чистота пространства должна быть, да, то есть как-то, явно это ситуация конфликта интересов, то есть этически она как-то должна регулироваться. И, ну, вопрос как, какими действиями нужно ли, как-то, какими, какими шагами ее разрешать. Вот, международном сообществе считает, что надо предупредить, то есть такой, да, не самый жесткий ход, но, тем не менее, не игнорирование, то есть не вариант ничего не делать. Хотя эта доля тех людей, которые считают, что вообще не надо ничего никак понимать, она ниже. вот смотрите, у нас таких 28%, это 1,3, да, получит, ну, с этим ничего не поделать, а доля международного сообщества 12, то есть все-таки тут консенсус на этой стороне, на стороне как бы этого взгляда, да, что надо, нужны какие-то шаги. А дальше уже вот степени жесткости решения такой расклад мы получаем. Далее следующая этическая дилемма. Сексуальное отношение с клиентом. Как вы думаете, что должно произойти в следующем сцене? Коуч вступает в сексуальное отношение с клиентом во время действия коучингового контракта. Тоже варианты ответа. Ничего не надо делать. Необходимо срочно сообщить в полицию. такой, да, вариант сообщить в полицию в этом случае. Сейчас узнаем, что наши коллеги ответили про нарушение или это, или нет. нарушаем ли мы коуч закон. В таком случае необходимо исключить коуча из профессионального ареста навсегда, вообще больше никогда не вернуть, на один год исключить или предупредить со стороны эстерции. Коллеги, буду рад увидеть ваши ответы. Как думают те участники? У нас же здесь и профсообщество присутствует, да, и еще психотерапевтическое сообщество. Думаю, что коллеги сталкивались с таким кейсами и в смежных сообществах, профессиональных интересах, как решали. Пока же мы ждем ответы, я расскажу, я раскрою секрет, значит, что там, значит, думают наши отечественники учат. Лидирующий ответ. Надо предупредить как-то со стороны профессиональной ассоциации. Два раза тоже, да, форм, как-то донесение этих принципов, то есть, каким было ли, вот если проанализировать практику с вашей стороны, если вы являетесь членом организации, получали ли вы информацию об этом, о том, как действовать в таких ситуациях, вы или какие-то, ну, знакомы ли вы вас с этическим ходом, знакомы ли вы с этим, в принципе, тоже интересно с практическим опытом отнести. Международный взгляд на этот конфликт этический такой, исключить из профессиональной ассоциации навсегда. Как мы видим, что у нас мягче реакция, ничего, коуч должен сам уйти из профорганизации, скажем ли, ну, такой, это нестандартный вариант ответа, да, вот такой, кстати, не предлагали, это вариант другой дополнительный, да, как, спасибо, спасибо. Так, далее, международная ответственность, почти больше, больше одной трети, да, думают, что необходимо навсегда исключить из профсреды такого специалиста, более, более такая реакция, нарядная. Еще один кейс, тоже буду рада увидеть ваш вариант ответа, еще одна дилемма. Коуч не сообщает соответствующие органы, ну, тут такая общая формулировка, какие именно органы сообщать, в зависимости от страны, они разные могут быть, а клиенте, употребляющим незаконные легкие наркотики, что надо делать. Тоже самые варианты ответа, разные по степени жесткости, ничего не надо делать, или сообщать полицию, или, значит, исключать из профреестра, или предупреждать. Присылайте ваши варианты ответа, сейчас посмотрим, что у нас думает сообщество. Сообщество думает следующим образом, ничего не надо делать с этой ситуацией, больше половины, значит, согласны медицей, пусть, значит, клиент так поступает, его выбор, они тут не готовы каким-то образом в эту ситуацию вмешиваться. Да, коллеги пишут чати, тоже ничего не надо делать, но в целом это совпадает с тех профессионалов, которые работают. Кстати, в международном сообществе думают так же, тоже как бы не готовы каким-то образом регулировать эту ситуацию. Ну что ж, последний кейс разберем. касающийся конфиденциальности информации, я думаю, такой более частый, что ли, чаще мы с такого рода дилеммой сталкиваемся. Что должно произойти в следующем сценарии? Коуч не сообщает руководству компании о действиях клиента, раскрывшего конфиденциальную информацию, при этом эта информация влияет на стоимость компании. на сессии вы узнаете, что ваш коучин данные важные раскрыл. И эта тайна конфиденциальности была нарушена. Пока вижу вариант ответа предупредить. Что стоит предупредить? Предупредить, могу уточнить с чьей стороны кто должен предупредить. Имейте в виду вариант ответа отсюда из этого списка или какое-то еще предупредение со стороны организации надо иметь в виду. Посмотрим. Да, подтвердим на том, что организация или профессиональная ассоциация должна сделать предупреждение. Смотрим ответы. Лидирующий ответ наш. Нет, мы не должны делать ни профессиональную ассоциацию, ни коучин, не вмешиваемся. Далее, это 50%. Но все-таки группа тех, кто считает, что надо предупредить, она тоже довольно значительная. У нас 32%, почти одна треть считает, что надо как-то в эту ситуацию вмешаться, потому что она затрагивает интересы организации, международное сообщество. Посмотрим, доль тех, кто считает, что ничего не надо делать, никак не вмешивается, она пониже. То есть тех, кто считает, что надо предупредить, там разброс ответов, он такой более, есть и жесткий вариант, решение мягкий, кто-то считает, что навсегда, кто-то исключить ассоциации, кто-то считает, что нужно предупредить лишь. В общем, разброс ответов есть. следующий по чистоте, вариант ответов такой, что необходимо вынести предупреждение всего стороны сообщества. Ну что ж, вот такие у нас получились результаты. Я надеюсь, вам это тоже было интересно, как и мне узнать. Мне всегда любопытно насчет, как это, в каком, как живет право сообщество делать, какие, может быть, должны следующие шаги сделать для того, чтобы коучинг в нашей стране развивался и, конечно, из этой позиции мы старались организовать это исследование и провести. Вот, поэтому я приглашаю вас к нашим дальнейшим исследованиям. Можно к этим подключиться. Здесь есть QR-код, по которому вы можете отсканировать и тоже стать участником. Ваш ответ обязательно учтем. Ситуация довольно-таки динамичная, быстро меняется, поэтому, может быть, мы получим другой срез какой-то, и видим, что так теперь этический дилемм решается иначе. Вот, может быть, какие-то динамики тут проследим. Можно сотрудничать по таким вопросам, которые проведены на слайде, например, по вопросам корпоративных исследований, сопровождение организационных изменений, так далее, тем методическим вопросам. сейчас мы в сообществе, в совете коучинга ассоциации континоповеденческого подхода развиваем, да, и исследовательские направления, методические, поэтому вот та часть, которая с моей деятельностью связана, приглашаю вас, можно вместе поразрабатывать медицинский коучинг, образовательный коучинг, интересная задача, за этим я вижу, будущее развития в отрасли. Если вам интересно, у вас есть свои уже исследования, тоже можно с ним приходить, у нас запланированы разные классные события в 24-м году, зимние и летние школы, можно представить их, можно прийти на конференцию, представить там свои работы, если нет исследований, но хочется почитать каких-то, да, и вот в таком доказательном коучинге, повариться немножко в сообществе и читать, что-то свежее, полезные интересы насчет рекоманды, маколдинга, коучинга, экзекутив, коучинга, можно подключиться к каналу, где регулярно такие публикации появляются, мы стараемся писать, Наталья Викторовна там активно в основном, конечно, эту часть делают. Поэтому ждем вас, давайте вместе развивать наше сообщество и спасибо всем за внимание, за то, что вы сегодня пришли и у меня появилась возможность поделиться тем, что мне интересно с вами. Спасибо. Коллеги, спасибо. Елена, коллеги, у нас еще есть время и мы можем задавать вопросы и пообсуждать, что мы сейчас услышали, что вы думаете о том, что вы услышали, да, о каких-то вот результатах и вот вопросы, пожалуйста, можете, кого-то есть вопросы. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо вам, да, для отзыва. Очень здорово. Да, пожалуйста, комментарии. Самая, самая интересная часть для выступающих, это, конечно, услышать вашу обратную связь, любую, какая бы она ни была, потому что это отклик. У исследователей, у них же какая работа, они вот сидят, считают все эти цифры, там им что-то такое интересное, а потом раз и в сообществе это обсудили, это очень здорово, поэтому прям ваша реакция очень ценна. Приглашаю вас к обсуждению. Можно в чат написать, да, тоже будет. я вот как раз хотел об этом сообщить, я пытался в чат сообщить, как мне кажется, важную информацию о профессиональном стандарте коуча, который был опубликован в журнале организационной психологии, но не могу, у меня возможность только Елене Наукцевой написать и техподдержки, я не могу. Да, у нас чат там закрыт. Я буду рада и ваше сообщение и прочитать его, например, или можно, да, мы можем. Ну, я думаю, что не только вам это было бы интересно. Да, я могу его зачитать, пока мне коллеги пишут в речку. Спасибо, очень интересно. Подскажите, пожалуйста, как сообщество узнает о том, что происходило на коуч, узнает о том, что происходило на коуч-сессии? Хороший вопрос, да. Да, это относится, я так понимаю, к этим эритическим дилеммам, да? Да, да, вопрос. То есть, это может узнать, что, например, с кем-то вступил в сексуальные отношения. это, скорее всего, знаете, в западной практике там клиент может донести, так сказать, какие-то свои обиды, если он считает, что это как-то вот задело или что-то. С другой стороны, если клиент что-то совершил такое не очень хорошее, зачем он пойдет, да, например, наркотики употребил или он подходит информацию о компании, слил, зачем он пойдет сам на себя жаловаться. То есть, тоже не очень понятно, а вот действительно как даже решается. Ну вот я подняла руководство, например, Американская психологическая ассоциация, она так нам пишет, говорят, чтобы вообще кейсом понять, что там за дилемма, варианты шагов какие могут быть. Мы можем обратиться за советом, обсудить этот кейс с коллегами. Я не конкретно об этом говорю про наркотики, но вообще какие варианты шагов. Ознакомиться еще раз с официальными какими-то принципами, стандартами, размышления о личных ценностях. Это они рекомендуют в случае, например, есть какой-то ролевой конфликт, например, ваш друг просит вас устроить на работу, потому что он коуч, а у вас набирают коучи. А вы знаете, что он, например, пока еще учится, не обеспечивает качество сессии. Там рекомендуют размышлять о личных ценностях, о стандартах профессии, что такой вариант может быть, и принять для себя решение. Поразмышлять о ценностях организации или профессии, собрать дополнительную информацию. Это же бывает кейс, когда выводы сделаны неверные или неполнота информации есть, как конкретные факты, например, какие-то подтвердить. Вот клиент вам сказал, что он беспокоится о том, что он нарушил там идеи. Ну, действительно, это было нарушено или нет? Надо ли об этом как-то информировать, какую сторону? Вот. И еще один вариант инициации разговора с лицом, ответственным за дилемму. Но это большой вопрос, конечно, как поступать. Пока я считаю, что можно пользоваться такими общепсихологическими и можно руководством Американской психологической ассоциации воспользоваться. Такие у меня есть небольшие шпаргалки тут. На какие особенно нужно обращать внимание ситуации. Например, если у нас ситуация касается предотвращения вреда, если мы понимаем, что какой-то стороне будет нанесен вред. Наш коучи, организации, например, если мы не сделаем какой-то шаг, не проинформировав, то этот вред будет нанесен или ущерб. Искушение. Так у них называется такими, значит, я вам еще на парадигму. Когда есть какой-то корыстный тип, цель, амбиция, например, вы там курируете какую-то программу большую коучинговую, а вот выяснилось, что какие-то данные, например, первичных интервью входных, которые были проведены или опросники, которые выдавали руководителям, которые участвуют в коучинг-программе и которые обещали, что они будут конфиденциальными. Они, например, попали куда-то в открытый доступ, внутри организации. И это поставит, например, под угрозу дальнейшей реализации программы. Как здесь поступить? Это парадигма искушения. Ролевой конфликт, когда есть, например, аспекты дружбы, там из личных отношений не входят в противоречие с профессиональной ролью. Конфликт ценностей, где я, например, чувствую, что там принцип уважения прав личности может быть нарушен. Тоже вот такой еще один важный аспект. И ситуация принуждения, когда, например, осуществляется давление с целью нарушения этических норм. Руководитель говорит, что, да, несмотря на то, что эти люди не подходят к поучингу, все равно они будут у нас участвовать. Да, ну, или какие-то другие такие аспекты. Вот такие можно использовать для себя руководство. Есть также кодекс психолога, там в целом подробно описаны принципы, вот часть у них здесь указана, и шаги действия, то есть, как мы должны действовать. ситуации, когда сталкиваемся с этическими делами, мне кажется, очень полезно все поизучать, посмотреть. В общем, страшно должны дела. Владимир Анатольевич, вот появились ссылки на стандарты, да? Я могу сделать так, например, вывести их на экран, чтобы все участники выделены. Давайте так сделаем. А стандарт какой? Владимир Анатольевич, что это за... Это ссылки на профессиональный стандарт коуча. Это арковский? Простите. Арк? Ассоциация русскоязычных коучей. Сергей, добрый вечер. Если можно, я здесь вмешаюсь, Юлия Чукова, рада приветствовать. Если я понимаю, то речь идет о журнале организационная психология. Это старая публикация, когда еще только Ассоциация русскоязычных коучей взялась за то, чтобы провести профессиональный стандарт. Правильно я понимаю? Да, правильно. Значит, смотрите, если можно, я тогда прокомментирую ситуацию с профстандартом и со всем нашим движением по легитимизации профессии. Значит, четыре раза этот профстандарт в разных версиях подавали в Минтруда, ни разу он не прошел. И в прошлом году был принят и вступил в действие с сентября прошлого года профессиональный стандарт, консультант в области управления персоналом, в который коучинг вошел на уровне трудовой функции. Соответственно, сейчас при совете по профессиональным квалификациям в области управления персоналом создана рабочая группа, она описала пять квалификаций, коучинг у нас исчезло как бы сейчас из лексикона понятие профессии, да, и есть, используется активно понятие квалификации. Соответственно, пять квалификаций на основе этого профстандарта уже описаны и их описание отправлены на согласование в Национальное агентство развития квалификаций, информация об этом проекте есть еще, ну как бы она не самая актуальная, не самая свежая, но очень подробная на сайте Совета по профессиональным квалификациям в области управления профессионалом прямо так находите вот этот вот сайт и там легитимизация профессии коучинг. вот там все реактивные события, в принципе, итоги обсуждения это все есть, да, и сейчас мы находимся на этапе расширенного обсуждения с экспертной группой описания компетенций, потому что у нас отсутствует полностью нормативная база, которая бы могла регулировать действия коучей в индивидуальном коучинге в организации, ориентироваться на этические нормы отдельных профессиональных объединений, особенно вот в свете информации, которую Елена представила, что многие не являются членами профессиональных организаций, соответственно, они не связаны никакими этическими нормами, в этом случае нам нужна нормативная база, и сейчас было принято решение о том, что мы входим в систему профессиональных квалификаций, она общая российская, более того, она часть общей мировой системы, соответственно, описываем наши квалификации, описываем компетенции коучей разных квалификаций и описываем методическую базу, то есть у нас сейчас большая группа экспертов работает на то, чтобы выработать единый понятийный аппарат, единые подходы, единое понимание к требованиям, что должен знать, уметь делать коучи, описаны все-таки на нашем языке, потому что язык профстандартов требует определенный, ну, скажем так, мы не всегда там себя узнаем. Навыка декорирования требует, Да, поэтому для того, чтобы была разработана наша национальная, государственная, общественная оценка квалификации коучей, да, не просто там значок от какой-то ассоциации, при всем уважении к ассоциациям, большим и маленьким, да, но единая национальная система, вот над этим мы сейчас активно работаем, и у нас представители и разных школ, и разных ассоциаций, если кому-то интересно, я руководитель этой группы, поэтому связывайтесь, поделимся, обсудим, можем где-то вас привлечь к исследованиям, потому что будет создаваться на основе этих компетенций, на основе методических рекомендаций целый большой пакет оценочных средств, то есть там будут и тесты, и практические задания, государство задает рамку, а мы как профессиональное сообщество в широком смысле не конфессиональное, а многоконфессиональное, мы должны будем разработать инструмент порога входа в профессиональные как раз вот эти квалификационные требования. Спасибо. Это очень большая работа, очень важная, потому что фактически теперь можно говорить действительно о должности, о позиции коуча в организации, то есть это легитимизация коучинга фактически, хотя многие из коллеги я знаю, что недовольны, что вот тот профстандарты, который Владимир Курич вспоминал, он как бы не прошел, но я считаю, что вот это большой шаг, что все-таки коуч появился у нас в профстандарте вот в этом, да, консультирование по управлению персоналом. И мы теперь опираемся именно на этот стандарт в курсах подготовки коучей. И вот как раз Федерация профессиональных коучей, да, мы тоже с вами готовы и подписываем тоже соглашение о сотрудничестве, я имею в виду высшую школу экономики, да, к совместным исследованиям мы будем очень рады тоже присоединиться. Вопрос появился, личное сообщение пришло коммерческих организаций, это тоже касается, это вот пойдем про профстандарт, Профстандарт? Да. Смотрите, профстандарт это задает ориентир для всех компаний и организаций и по сути замысел вот этой вот системы оценки квалификации в том, чтобы сократить усилия организации на отбор коучей, то есть если коуч прошел независимую оценку, он получает соответственно свидетельство о независимой оценке, о прохождении независимой оценки, это значит, что он единую теорию знает, понимает и умеет действовать в соответствии с той квалификацией, которую он получает. У нас пять квалификаций, это коуч физлиц, коуч по развитию карьеры, бизнес коуч, коуч для высших руководителей и коуч бизнес команд. Вот эти пять квалификаций сейчас описаны на основе профстандарта. Это огромная работа, я вам скажу. И такая требующая консенска. Юля, вопрос, это будет касаться организаций государственных или частных тоже? Вот такой любви задают. Всех. Это то, что могут теперь, ну, когда будет уже работать оценка, это то, что организации любого формы собственности, любого размера, они могут указывать, что требование к кандидату наличие оценки, независимой оценки профессиональной квалификации. Все, тогда как бы ему не надо проводить вот это вот тестирование, знаешь, не знаешь. Ну, вот, как у нас сказал Руководитель Корпоративного университета Банка России на одной из таких мини-конференций по этой теме, говорит, мы можем себе позволить просмотреть 300 коучей на отборе для там среднего и верхнего звена. Но большинство организаций не имеет такого ресурса. Вот система, она предполагает, что проходя такую оценку, люди смогут подтвердить то, что они достаточно квалифицированы для того, чтобы спустить их в организацию вне зависимости от формы собственности, для того, чтобы человек мог вполне качестве на работе. Понятно. Спасибо за комментарий. Людмила пишет вам тоже благодарность за ответ. Но это интересный вопрос, тезис, от которого Юля отталкивалась, что у нас много членов профессионального сообщества, не включенных в ассоциации, и вот для них эти этические вопросы не доносятся эти стандарты, этические стандарты. Я хочу еще добавить. Сейчас, коллеги, и как ответ на этот профессиональный стандарт. Вот вопрос, который мне хотелось бы пообсуждать, взаимоисключающие ли это вещи этические и профессиональные стандарты или нет? И как они соотносятся? Если ты не входишь, не соответствуешь профессиональному стандарту, значит, ты не выполняешь этические нормы, ты относишься к категории инфо-цыган. Точка. Это определяет и этику тоже. Профессиональный стандарт, он прежде всего строится на этических нормах. Конечно же. Ну вот, смотрите, мы еще проводили все-таки это исследование. Каким образом? Мы использовали, конечно, профессиональные сообщества для распространения опросника. И получается, что вот в наш опрос вот те, кто там, вот эти Инстаграм-коучи и инфо-цыгане, собственно, они не попали. То есть, вот все эти данные, то, что у нас значительное число людей включено действительно в ассоциации профессиональные, данные получены на, в общем-то, на людей, которые есть в профессиональном поле. Значит, ситуация еще хуже. Сколько у нас людей вне профессионального поля, на самом деле, мы здесь поймать не могли по определению, потому что они просто не попадали, так сказать, в наш опросник. Ну, это искажение выборки, но в данном случае, если мы действуем системно, мы как раз вот в этом процессе легитимизации профессии, мы стараемся действовать системно, используя те возможности, которые нам предоставляет государство. И вот это вот прохождение независимой оценки квалификации, это штука совершенно добровольная, это система, которая развивается, надо понимать, не только для нашей профессиональной области, но и для многих других. Наш это, на самом деле, довольно сложное с точки зрения оценки, да, это не сварщики, не хлебопеки, у которых есть алгоритмы, у нас гораздо меньше алгоритмов и гораздо больше понимания сути того, что мы делаем. Поэтому я думаю, что это будет определенным решением через некоторое время, и нам вот очень-очень важно договорить наши профсообщества и наши школы, потому что, как мы сейчас понимаем, даже понимание некоторых терминов, вроде бы базовых, да, для определенных школ, для других школ является небазовым. и это сложная работа по тому, что как раз касается в том числе и научной части, здесь коллега большой поклон вам за такую приверженность научной базе, это очень важно и ценно, потому что, когда мы говорим о каких-то очень расплывчатых понятиях на нашем птичьем языке, мы выглядим странно для клиентов, а наша задача в легитимизации, это в том числе сделать язык наш понятным HR-ом, понятным заказчиком, понятным клиентом. Извините, я занимаю эфир, но просто это такая прям чувствительная тема. Важная на нее коллеги, вопросы мне присылают в личном сообщении, поэтому я буду их старо зачитывать, чтобы мы были на связи с теми участниками, которые у нас только через чат общаются. Вопрос такой, будет ли в программе в ше-коучинг в организации изучения тем потребностей клиента в программе не увидела? Пишет Людмила. Наталья Викторович, прокомментирует. У нас сегодняшний семинар не посвящен, собственно, да, давайте вы напишите по курсу вопросы нам, менеджерам, да, то есть у нас сегодняшняя встреча все-таки не про программу, а мы на все ваши вопросы ответим обязательно, да, подключайтесь к нашему телеграм-чату, там можем ответить. Да, можно там, кстати, Людмила, да, могу вам ссылочку прислать. Еще вопрос тоже от Людмилы к предыдущему обсуждению в связи с этим, видимо, с этими изменениями, видимо, сейчас в стандарте, потребуется ли новое обучение, новая сертификация, или сертификация СЕФ будет входить в эти компетенции? Наверное, к Тулиям вопрос будет. Да, мы не можем отдавать преференцию какой-то общественной организации, то есть, понятно, что принадлежность к профессиональной организации, она будет считаться плюсом, но задача выявить знание, умение, навыки проверить, понимание теории, понимание практики, умение эту практику, то есть, эту теорию реализовывать на практике, поэтому, скорее всего, практический экзамен сохранится, будет какая-то версия решения кейсов, что похоже отчасти на то, что есть в Международной Федерации, как Coach Knowledge Assessment, вот такие вот вещи, и будет, скорее всего, анализ сессии, одно или двух, тут уже, пока технически мы должны это все обсудить, согласовать сообществом, то есть, процедура, в общем-то, будет, ну, более или менее знакомой тем, кто сдавал профессиональные экзамены на сертификацию, и причем это может быть ICF, может быть не ICF, нам здесь нужно выйти из вот этого конфессионального подхода, что вот это коучинг хороший, а это коучинг так себе, да, нам нужно, чтобы коучинг любой конфессии мог сдать, да, мог сдать этот экзамен, и будут методические рекомендации, которые помогут готовиться к сдаче этого профессионального экзамена, то есть, у нас появится, условно говоря, может быть не общий учебник, но некие, извините за слайд, гайдлайн, да, направляющие, которые говорят о том, что такое коучинг в нашей системе, как он понимается, какие есть особенности, какие этические, какие... то есть сдали экзамен, значит, все хорошо, значит, горе к утре, да, предыдущие сертификации, они, ну, важны, настолько, настолько они вам дают опыт прохождения таких экзаменов. У нас время заканчивается, потому что у нас было зафиксировано до 8 часов, это мероприятие, у нас техподдержка на это время, да, работает, поэтому последний какой-нибудь вопрос и давайте будем заканчивать. Елена, есть там еще какой-то важный вопрос? Важный вопрос, так, сейчас посмотрим, что у нас говорит чат. Коллеги, присылайте, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, впечатления. Можно высказаться вслух, да, вообще вслух идеально. Переписывайтесь с нами, у нас все звучит, видите, голос, голоса, и работает. Вопрос есть про стандарт еще. Стандарт всех зацепил, да, смотрите, эта информация, она абсолютно открыта, она доступна на сайте, вы можете открыть, набрать профессиональный стандарт, консультант по правилам персонала, и вы найдете его очень легко в гугле, также открытые вот эти проекты квалификационных требований, они тоже вы можете на сайте посмотреть, вот о которых Юлия говорила, это все доступно, открыто. Они сейчас, эти квалификационные требования, они находятся в проработке, то есть там висят на сайте сейчас проекты, но они уже, как Юлия сказала, они уже близки к завершению этой работы, поэтому они близки к конечному какому-то результату, возможно, и вот разрабатываются как раз эти тесты, я знаю, что коллеги много учатся, как эти тесты проводить, и будут разрабатывать, вот, поэтому нам предстоит все-таки, хочешь стать профессией, значит, учись, сдавай тесты, и становись специалистом, действительно, а не инфоциганом, вот, спасибо. Коллеги, когда планируется легализация, но тут, мне кажется, вы уже ответили, что в процессе разработки, я так понимаю, это инициатива. В ближайшее время, как только все, да, а пока разработки, а пока тренируемся в научно-обоснованном подходе, изучаем. Нет, смотрите, вот, сама запуск этого появления этого профстандарта, это уже легализация, то есть, профессия коуча, она легализована, на государственном уровне, признана, ну, не профессия, а тогда функция, да, как она называется, вот, а, дальше вопрос вот этих квалификационных требований, просто он дорабатывает. И продолжаем развивать коучинг в России, присоединяйтесь, коллеги, будем работать все вместе, всеми ассоциациями, у нас здесь и ассоциация к медицинской психотерапии, у нас еще федерация профессиональных коучей и наставников присутствует, давайте будем вместе разрабатывать научно обоснованный профессиональный коучинг и доказывать его эффективность. Присоединяйтесь, коллеги, будем рады совместным обсуждениям, у нас периодически проходят мероприятия и научной группы, и на площадке ассоциации к медицинской психотерапии, активное развитие коучингового направления, можно приходить на интервью, можно приходить на очные встречи, в общем. Да, у нас, кстати, 26 сентября, это буквально в следующей неделе, будет очная встреча, и вот на площадке ассоциации к медицинской психотерапии, там есть информация, будет дискуссия по поводу того, чем может коуч работать и как понять границы своей компетенции коуча, чем коуч может работать, с чем не может работать, ну вот такая будет дискуссия, если хотите, кто хочет увидеться и развернуться, можно онлайн, вообще развернуться. Ну что, будем завершать? Да, будем завершать. Спасибо всем за участие, ждем вас на наших мероприятиях, коллеги. Спасибо, и вам было интересно и познавательно. Взаимно, признательно вам за вопросы, очень приятно получать, отвечать. Спасибо за встречу, потому что у меня было очень познавательно, интересен западный опыт. Здорово. Спасибо за участие. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok